Девушки отдыхают 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 А чего? Где его? Рук человека. Ну и кадрик. Ничего особенного. Гелена Федоровна. Да. Люда, Света, ну что вы там стоите? Идите сюда, сколько можно говорить. Значит так. Директор сейчас освободится и нас примет. Ребят, ну все в порядке. Вы пока подождите. Сейчас все образуется. Ты чей? Я с машинами за два дня бы управился. Так не проползешь к медвежьему логу ни один трактор. Болото дочащу бы, черт бы и побрался. Не чертыхайся. Где? Где я возьму тебе людей? Говорю тебе, бери долгушины Коренева. Нет уж, подонков этих. Эх, жаль, не довел я тогда дело до конца. Не ушли бы они отсюда в тот раз. Эх, смотри, парень, как бы тебе уж не надрали. Ну что там? Слушай. Ха-ха-ха-ха. Ой, да не толкай. Ну, подожди. Ребята, потише вы здесь не одни. Здесь люди работают. Ха-ха-ха. 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 Мне иногда кажется, что у них нет никакой совести. Ну, что такое? Ну, даже такой день чуть не половина опоздала. Не собраны, разболтанные. Волните, Велена Федоровна, ребята как ребята. Все будет в ажуре. Вы лучше скажите, вы обратили внимание, какая здесь природа? Воздух сплошное, парное молоко. Кстати, как здесь насчет молочка? А вам какого надо? Коровьего или козьего? У нас только птичьего нет. Ха-ха-ха. Медок, вы всегда. Ты что, в А перешел? Вернись назад, я все прощу. Что же мы будем делать без нашего Торича? Давай, рассказывай. Так вот, девушка говорит, мне ваше лицо очень знакомо. Вы случайно не снимали спину? Я говорю, снималась. Фиме прости, прощай. Танец шали исполняла. Коль, подыграй. Ох, Ирка. Ну ладно, не хочешь поговорить с Долгушным, он тридцать душ берет. Хм, это ж туристы. А ты научи их работать. Хм, это ж ты. Ну, как говорится, добро пожаловать. Городских условий вам, конечно, обещать не могу, но природа... Анна Владимировна, проводите ребят, пусть отдыхают. Пойдемте. Идите, ребята, отдыхайте, располагайтесь. Завтра рано работать. Велена Федоровна, заходите вечерком ко мне, мы с вами составим рабочих вам назад. Хорошо. Смотри, твой носильщик решил еще немного подработать. Брянцев, ну что ты рассматриваешь? Да так. А? Деревья, лес. Вот вырастешь, не знаю. Где ведро? Где мое ведро? А, по-моему, в девятом бе дела идут значительно лучше. Это еще что? У меня брат, третий классник, пришел, такой анекдот рассказал. Я просто упал в солнце. Смотри, сейчас не упади. Девчонки, а Оле скоро день рождения. Ну и что же? Как ну и что? Я просто, чтоб не забыли. Забудешь, толдытишь тут каждую минуту. Так отметить же надо. Вот и я говорю, отметить надо. Ну и Витя. Ага. А вообще-то мне здесь нравится. Ты чего? Я там сижу, а это, представляешь, берлога Потаповича. Хорошо, что ищу его самого. Прекрадите. Вы знаете, что такое толочь в воду в ступе, а? По-моему, вы себя сейчас подвергаете этому тяжкому наказанию, потому что любая плохая работа бесполезна. А что бы они стали делать, если бы мы сюда не приехали? Не посадили бы саженца? Да как же вам не стыдно? Ребята, ну как же вам не стыдно? Ну вы же слышали, Юрий Сергеевич сказал, что где посадок остались считанные дни. Вы можете это понять или нет, в конце концов? Можем, конечно. Мы посадим. Да все понятно, Вилена Федоровна. Сегодня норма будет перевыполнена победителю банка сгущенки! Ну хватит разговоров. Идите работать, в конце концов. Что-то есть хочется. А наш ресторан еще закрыт. Петр Николаевич, может вы пойдете посмотрите на кухне, как там наши ребята, дежурные? Охотно! Ну хорошо. Готов даже обед приготовить? Прекрасно. Ну вот, люди уже на речку идут. Сейчас бухнусь в постель, и меня подъемным краном не поднимешь. А что так? Устала. Какой хорошенький. Ну иди сюда, маленький. Не бойся. Ежик маленький, славненький. Ну... Это мальчишки. Я знаю они. Дураки. Мы им тоже что-нибудь сообразим. Обязательно. Ну, пей, пей, дурашка. Ну ты, наверное, проголодался. Вот, вот молодец. Да, это молочко, это вкусно. Ну давай, давай. Умница. Маленький, хороший ежик. Ты будешь у нас сытой-присытой. Ешь, ешь. Вот так. Ты куда? Погуляю немного. Одна? Да. А что? Фондюбрия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Привет! Так когда наряды закроешь? После дозичка, в четверг Ну-ну Уйди, корень Корень? А корень? Может и вправду уступишь дорогу начальству? А то неудобно как-то получается Дети смотрят Герои Мы ведь и в другой раз поговорить можем А то неудобно как-то Субтитры делал DimaTorzok Возвращаясь с благодарностью Интересно, кто у вас такой умный? Как известно, самый умный у нас Медовский Ну и где же сейчас этот умник? Кажется, пошел погулять Ну, а ты хочешь погулять? С тобой? Хочу Нет, у меня другие планы А наши сильнейшие юстики Только начали борьбу За медали чемпионата Сегодня в Санкт-Петербурге Старство Союзной на конченной велокурге Ой! Эй, вы куда? Ну? Ну, пошли Ну? Пошла, черт! Иди, ну! Пошло! Куда вы? Ну? Тоже мне Эй, красавицы! В порядок Эй, красавицы! Эй, красавицы! Эй, красавицы! Чтоб знал, как рабочего человека обижать. Шкура ты, а не рабочий человек. Зачем полез? Отзад! Милицию надо! Милицию! Ладно, сами разберемся. И топайте домой. Домой. И вот что же ты сюда? Поехали. Домой, ты там. Домой, ты там. Вдох. 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 Красиво как и тихо. Красиво как и тихо. Красиво как и тихо. Красиво как и тихо. Что, кто-нибудь болел? А где Ира Малиновна? У нее вчера голова болела. Я здесь. А из Бекарцева кого-то тоже нет. Петр Николаевич, у вас все ребята на месте? Все! Только Медовского нет. Ну и что? Здравствуйте, Великой Анатольевна. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте, ребята. Ну, как вам живется? Работаете хорошо? Ну, отлично. Вот, пожалуйста, угощайтесь, садитесь, пробуйте. Спасибо. Ты дежурная, там в машине бидон возьми. Ну-ка. Ой, прекрасно. Спасибо. С лесничьим ладите? Ладим! У нас, между прочим, максималист. Велена Федоровна, если там будут какие-то неполадки, вы заходите ко мне, мы с умами. Да нет, у нас право, пока все в порядке. Все ваше время. Ну, Галтер Николаевич, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что вы стоите? Идите. Все остыло. Давайте, ребята, за мной. Насаженцами. Юрий Сергей, приходите сегодня вечером в школу. У меня день рождения. Спасибо, Оля. Бросай, ребята, саженцы. Сейчас по одному такому бревнушку подхватим. Можно считать, что норма в кармане. А ты его вначале вырасти, а потом тащи. Что, долго они расти будут? Долго. Да нет, не долго. Лет сто. А вот тому, наверное, сто двадцать, а этому сто сорок. Ого, пенсионеры? Какие же это пенсионеры? Можно сказать, мои одногодки. А вот этот старше. А вот этому старичку лет четыреста. Значит, мы лес сажаем, сажаем, а сами в него никогда не войдем. Внуки твои войдут. Эх, вора. Село! Тише. Тише, ребята. Пошли. Тише. Тише, ребята. Пошли. Ах, вы гады. Мало тебе вчерашнего. Да ты что, стурел? Совсем обнаглели. В заповеднике. Нам-то что? Нам велели, мы рубим. Кто велел? Кто-кто? Вась! Иди, поговори с начальством. А? Ты чего разорался? У нас наряд и точка. Покажи. Тихо, елки-палки. На, грамотный. Считай. Где, чего, сколько. И подпись. Игнатьев Егор Павлович. Лично. Вопросы будут. Проваливайте отсюда. Пошли, ребята. На первой доме straight. Тихо, народ. Тихо, родственники. Тихо, родственники. Хотя, жопаald... Продолжение следует... 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 Заметка-то само собой. А ваши ночные прогулки? Начнутся обсуждения, объяснения. К чему тебе вся эта гадость? Ну, а что мы такого сделали? Доказывай потом, что ты не верблюд. Вот тебе мой добрый совет. Дуй сейчас же в контору, пока директор не ушел. Всего два слова, инцидент будет исчерпан. Ну, чего ты молчишь? Так подумай о нем. А ты лучше подумай о боли. Ну, давай, 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 бегом туда. Бегом, 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 ну! Как же так? Здорово, Юр. Здорово. Видал? Герой. Тоже мне борец за справедливость. Ну и разъярился твой директор из этой газеты. Нам еще письма в школу не хватало про эти его ночные прогулочки. Сам понимаешь, как это расписать можно. Еле-еле уговорил пойти извиниться. Что? Какой ужас, что ребятам пришлось столкнуться со всем этим. Конечно. А вы еще поддерживаете их в этой дурацкой истории с заметкой. К чему нам все это? Мы через 10 дней уезжаем. Зачем же доставлять неприятности себе и ребятам? Какое вообще мы имеем право вмешиваться в дела лесхоза? Ваши очки, Глент Федорович. Да, спасибо, Лидочка, спасибо. Ну что вы молчите? Вы что, не согласны со мной? Да, о чем мы, Петр Николаевич? А я вот знаете, что еще раз сегодня убедилась, что не знаем мы своих учеников. Нет, не знаем. А в общем и друг друга. Что вы имеете в виду? Ну, прежде всего, мы не должны мешать им сегодня. Да вы что, Велена Федоровна, шутите? А что? Будем учить их врать и молчать? Только не надо громких фраз. Вы говорите очень проникновенно, но наш разговор сейчас вообще бессмысленен. Я только что разговаривал с Толей, он все понял и пошел к Егору Павловичу извиняться. Извиняться? Да, извиняться. Да вы просто. Толе, Толе, ты послушай меня. Пусть сам извиняется, если ему надо. Вы что, уже за детишек взялись? Ты чего хочешь? Чтобы эти гаврики еще в комсомолку написали? Хочу. И про вас, и про меня, и про вашего Алексея Ивановича. Все, амба. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Все взяли? Ничего не забывайте. Проверьте все. Субтитры сделал DimaTorzok Ты не хочешь, чтобы мы уезжали? Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok